Теперь о проблеме, причем не только этой недели, но и нескольких предыдущих. Забайкальский край сегодня в лидерах по количеству автомобилей на душу населения. Примерно 30 автошкол в регионе обучают водителей. Ежегодно только в Чите права получают более 8,5 тысяч человек. Но сегодня для некоторых забайкальцев экзамен в автошколе становится проблемой. Особую сложность составляет его практическая часть. И связано это больше не с навыками учащихся, а с состоянием автодромов. Тему продолжит Татьяна Акланникова. Сегодня в Чите лишь на одном автодроме из шести разрешен прием практической части экзамена по адресу проспект Белика, 40. Еще пару недель назад и он был закрыт. Как рассказали в Краевом управлении ГИБДД по причине того, что ни один читинский автодром не соответствует требованиям. Возникает вопрос, если даже в Краевом центре автодрома не соответствует нормам, как проходит прием экзаменов в районах края. В ГИБДД утверждают, что у всех автошкол имеются автодромы с твердым покрытием. Для того, чтобы сдавать экзамены в ГИБДД, должны автодромы иметь асфальтобетонное однородное покрытие. У всех автошкол имеются автодромы с твердым покрытием. Однако, например, в селе Акша автодром такого покрытия не имеет. А в первых числах января прием экзаменов на этом полигоне был остановлен. Водители-стажеры могли только тренироваться. В районном отделении ГИБДД нам объяснили, экзамены не принимаются в связи с низкими температурами. Будущие водители волнуются. Сдаем теорию, а неизвестно, что будет практикой. Получается, что если не решится проблема, то через три месяца произойдет обнуление сдачи теории. И придется пересдавать все заново. Понять людей можно. Время на обучение потрачено, деньги тоже, а сдать экзамены на права негде. Руководители автошколы уверены, даже по причине зимних морозов процесс прерывать нельзя. Я всегда считал, что людей надо готовить именно в тех условиях, в которых они будут у нас и работать, и вождение по-настоящему изучать. То есть экстремальные, а то, что не паркетные водители, как сегодня предполагают, что площадки должны быть асфальтированы, асфальтно-бетонные. Одно, но сегодня это затратный механизм, чтобы построить дело ни одного года, не только дня, правильно? И не зимой это все делать. То есть к этому надо готовиться было несколько заранее. После отъезда нашей съемочной группы автодром в Акше открыли. И по словам сотрудников районного ГИБДД, прием экзаменов продолжается. И в дальнейшем мы планируем не приостанавливать прием экзаменов и будем принимать. Но если у нас все-таки автодром не отвечает требованиям тем, которые предъявляются на данный момент к автодрому, мы будем рекомендовать своим водителям, можем рекомендовать съездить друг, у которых есть хорошая автодрома. Но приостанавливать прием экзаменов мы не будем. Проблема автодрома стоит на контроле, заверяют в местной администрации. И в теплое время года автошкола вместе с муниципалитетом будет ее решать. Вопрос финансирования пока открытый. Кстати, на оборудовании одного современного автоматизированного автодрома оснащение его перекрестками, светофорами, переездами требуется порядка 40 миллионов рублей. Такие деньги отыскать даже в краевом центре непросто, не говоря уж о районах края. Поэтому сегодня забайкальские автодромы чаще всего представляют собой закрытую от посторонних автомобилей площадку, в отдельных случаях заасфальтированную. При этом, чтобы автошколе получить лицензию на обучение, не обязательно иметь современный автодром. Процедура лицензирования упрощена и носит документарный характер. А вот насколько предоставленные бумаги соответствуют реальной обстановке, специалисты могут проверить не раньше, чем через год. Процедура была другая, не только документарная проверка, но и выездная комиссия, которая уже на месте смотрела, соответствует данная автошкола требованиям, которые необходимы или не соответствуют. Плюс еще было заключение от ГИБДД о соответствии материально-технической базы данной автошколы требованием государства. В настоящее время это не требуется. И все же от состояния автодромов, говорят специалисты, зависит качество обучения будущих водителей. Между тем не ясно, кто должен обеспечивать нормативное состояние и оснащение автодромов. В ГИБДД говорят, это забота автошкол. Руководители автошкол отвечают, нет денег. А задача Министерства образования состоит только в выдаче лицензий. Заложниками ситуации оказываются учащиеся автошкол, которые опасаются, не получится ли так, что сдача экзамена на автодроме будет вновь остановлена. Татьяна Окладникова, Денис Пузырев, Сергей Мозор, Виктор Баранов. Вести Чита. События недели.